Всем привет, меня зовут Дмитрий Рогачев. В этом видео я решил снова с вами вернуться в Стамбульский метрополитен и уделить побольше внимания автоматическим поездам. У нас в России, да и вообще на постсоветском пространстве, очень часто говорят, что пора уже делать шаг вперед, отказываться от машинистов и переходить на автоматические поезда и вообще делать все то, что сейчас производится в огромном количестве метрополитенов, на огромном количестве заводов нового подвижного состава. И вообще пора брать в этом плане пример с Европой. Конечно же кто-то мне скажет, что Турция это и Европа и Азия и мне уже говорили, что это не самый лучший пример и вообще сейчас мы с вами находимся на пятой линии, и сюда это азиатская часть Стамбула. А поезд, на который мы с вами едем, произведен испанской компанией КАФ. Именно она некоторое время назад хотела поставлять подвижной состав в московский метрополитен. Конечно же в Москве их так и нету, и они показывали только макет, но зато мы с вами можем проехаться на одном из их автоматических поездов, послушать как он звучит, и конечно же я понимаю, что вам интересно посмотреть и послушать этот поезд без моих комментариев. Смело сравнивайте с московскими поездами и с любыми другими, с какими хотите. Играет музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как вам поезд? На мой взгляд, очень даже приятный. Тем более, сейчас еще один поезд уезжает в обратную сторону. И у нас с вами будет пара минут, чтобы подождать следующий поезд и обсудить пару интересных моментов. Под эти простые интерьеры станции Багларбаши скажу вам две прописные истины. Конечно же, автоматические поезда можно много чему научить, и я уверен, что наши специалисты смогут сделать их максимально умными и максимально правильными. Но как вы объясните автоматике поведение людей, которые бегут на поезд метро, как будто бы он последний, даже зная, что через полторы минуты придет следующий поезд по их же линии. Ведь именно машинист может и нагнать, и понять, как на самом деле правильно поступать в той или иной ситуации, а недалеко не каждому автомату вы это сможете объяснить. И второе. Если вы думаете, что автоматические поезда никогда не ошибаются, то вы очень сильно ошибаетесь. Даже если они прекрасно настроены, все равно они подвержены каким-то ошибкам. Не сейчас, но чуть позже в видео вы это увидите. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы с вами проехали один перегон и сразу проедем еще один, чтобы были все звуки с момента отправления. Субтитры делал DimaTorzok 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 Не знаю, помогает ли он ей тормозить или нет, или может быть он вручную возвращает поезд к тому месту, которое нужно, но для меня это немного удивительно, что машинист, назовем его так, занимается поездом именно в тот момент, когда он едет с пассажирами. А теперь представьте что-нибудь такое в московском метро в час пик. И для сравнения вам звуки поезда Hyundai по сравнению с тем самым кафом, который вы сейчас уже и видели и слышали. Отправляемся сразу в туннель. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...